Как продавать людям, у которых есть деньги? И если в вашей голове сейчас всплыли все маркетологи, эксперты и наставники из запрещенной социальной сети с картинками, которые говорят, что главное донести ценность своего продукта, если ценность донесена, то денежки будут у вас, потому что человек в любом случае найдет возможность его купить, этот ваш волшебный продукт. А если не донесена, то деньги остаются в кассе. Забегая вперед, это как раз таки триггер, который работает на неплатежеспособную аудиторию. Я решила рассмотреть тему продаж на людей, у которых деньги есть и у которых денег не особо, именно с точки зрения любимейшей темы триггеров. Мы с вами на этом канале уже разбирали триггеры с точки зрения продаж блогеров-миллионников, как они триггерят на миллионы, и также в большом количестве своих выпусков я упоминала личные триггеры, которые обязательно должны быть у каждого эксперта и которые мы определяем на money match. Короче, сегодня будем разбирать разницу триггеров продаж на платежеспособную и неплатежеспособную аудиторию. И делать все это буду на примере консультаций, курсов, обучений, наставничеств и других информационных продуктов, потому что в товарке будет немножко другая история. Но если вдруг вы продаете товары, то тоже можете посмотреть, вдруг вам будет полезно, если вдруг вы решите расширять свою матрицу продуктов. И если у вас возникает логичный вопрос, почему обо всем этом может говорить девочка в голубой кофте, то всем привет, кто меня не знает, меня зовут Алина Баландина. Я наставник по продажам и запускам в маленьких блогах и на низких охватах, и автор методологии продаж в экспертных блогах с небольшой аудиторией, которая называется money match. Раньше я работала SMM специалистом и копирайтером, и писала для всех тех брендов, которые вы знаете, а сейчас я обучаю экспертов, веду сама экспертный блог, и в том числе веду запрещенную социальную сеть с картинками, подписывайтесь. И этот канал, где я разбираю блогеров с точки зрения экспертных фишек, а не желтушных разоблачений, и делюсь всем тем, что нужно знать экспертам и специалистам, которые продают свои товары или услуги через личный бренд. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, и погнали к теме этого выпуска. Давайте начнем с того, что такое триггер. Обычно триггер представляют как смысловой крючок, и вот это вот определение в гугле, которое вы наверняка слышали. Я бы объяснила триггер немножечко проще. Триггер это смысл, который мы доносим до аудитории, чтобы она приняла решение относительно чего-то в вашу пользу, или наоборот не в вашу пользу, это зависит от триггера, который вы используете. То есть можно затриггерить людей на то, чтобы они раз и навсегда убедились в том, что вы классный эксперт, а можно наоборот дать какой-то смысл, или какой-то факт из своей жизни, или показать какую-то ситуацию, которая раскроет вас как не очень приятного человека, и каждый раз заходя в ваши сторис, человек будет думать, ну что-то он вам не очень доверяет. И триггеры есть личные, это те триггеры, которые мы достаем из фактов своей биографии, и с этой темой мы разбираемся на MoneyMatch. MoneyMatch это мой флагманский проект по продажам и запускам в маленьких блогах для экспертов, и старт будет в октябре, так что если вы хотите продавать в маленьком блоге, ссылка находится в инфобоксе. И также есть общие триггеры, это триггеры типа дефицит, социальное доказательство, толпа, эксклюзивность, два по цене одного, осталось 30 мест, ну вот это вот все, что вы наверняка уже 10 раз слышали. И так как я говорила, что тема триггеров моя любимая, сегодня мы будем рассматривать ее еще вообще с другой стороны относительно платежеспособности аудитории. В том числе быстренько пробежимся по терминам платежеспособной и неплатежеспособной аудитории. Одно простое различие, платежеспособная аудитория покупает товары, потому что хочет и может, неплатежеспособная аудитория склонна к большей аналитике и выбирать товары, которые закроют базовые потребности, либо не повлияют на следующее удовлетворение базовых потребностей. То есть если мы рассмотрим на недавно завирусившемся именно на русскоязычном пространстве блески Road, потому что на англоязычном пространстве этот бренд уже давно завирусился, то платежеспособная аудитория, которая интересуется бьюти, как будет вести себя относительно блеска, увидел, купил и не подошло, не подошло, подошло супер, буду пользоваться и на этом все. Как поступит неплатежеспособная аудитория, которая хочет купить этот блеск, скорее всего, либо будет очень много анализировать и думать, а надо, а не надо, а стоит, а не стоит, и еще как вариант искать реплики и аналоги, либо купит и оставит негативные отзывы, потому что в основном я негативные отзывы слышу про Road только в разрезе того, что он не стоит своих денег, потому что в России он просто продается в три раза дороже, потому что на самом деле этот блеск стоит абсолютно адекватных денег, если вы заказываете его из Америки. Короче, я надеюсь, что разница понятна, если вы согласны в чем-то или нет, то можете написать в комментариях. Тут еще можно пойти, знаете, в дебри того, что вот, а нужен продукт, а не нужен, а человек интересуется темой, а не интересуется. Я беру такой верхний срез, верхний слой, чтобы более-менее на примерах всем было понятно. То есть берем по дефолту, что если люди рассматривают блеск Road, значит он им нужен. Я надеюсь, что вы еще здесь и ждете разбор триггеров, но я была обязана свериться с вами по терминологии, чтобы мы просто говорили на одном языке. Погнали одному из пунктов прогрева, воронки продаж, которые мы доносим до аудитории, когда раскрываем какую-то тему. Если мы говорим про консультации, курсы, обучение, информационные продукты, наставничество и другие форматы, которые подразумевают взаимодействие в плане обмена информацией. Это скорость результата. Как вы думаете вот сейчас, что подходит больше платежеспособной аудитории? Быстрый результат и квантовый скачок или стабильный рост? Вот это я заводная интерактивная девчонка, однако. Начнем с платежеспособной аудитории. Она выберет стабильный рост. Почему? Потому что, скорее всего, если у людей есть деньги, они уже наигрались в эти переработки, день в карете, два пешком, какие-то темки, и они уже сидят с капиталом и думают, как его более-менее рационально использовать для его приумножения. И в том числе этих людей интересует не только стабильность в доходе, но и стабильность в жизни, потому что приоритеты у них расставлены немножко по-другому. Когда мы говорим о том, что уже есть база какая-то финансовая. Если мы говорим про неплатежеспособную аудиторию, то здесь круто работает квантовый скачок. То есть, что нужно этим людям, которые пока что не зарабатывают достаточно количества денег? Чаще всего это аудитория либо очень молодая, либо взрослые дети, то есть люди, которые хотят верить в сказки. Соответственно, они готовы платить за волшебство, им очень нравится, когда можно сидя в позе лотоса получать деньги, и прочие триггеры, которые, к сожалению или к счастью, на платежеспособную аудиторию, которая, ну, скорее всего, я тут не берусь утверждать, потому что ситуации в жизни бывают разные, является еще и более образованной. Это не категоричное утверждение, потому что вы знаете, что два года назад я сама была человеком, который просто потерял все деньги. Все, что вы сейчас видите, это то, что просто с нуля сложилось за два года. Соответственно, ну, ситуации бывают разные. И прибавим туда тот факт, что платежеспособная аудитория, это все-таки аудитория, которая меньше верит в сказки, и, соответственно, вот эти быстрые деньги ее не интересуют. Следующий пункт, который касается воронки продаж, прогревов и даже вечного прогрева, который, скорее всего, мы всегда доносим, когда рассказываем какую-либо информацию своей темы, неважно, мы просто представляемся или мы даем какие-то инсайты, это пункт экспертность. Что интересует в плане экспертности платежеспособную аудиторию? Образование эксперта, твердый опыт и репутация. Это люди, которые готовы доверять свои деньги только тем, кто уже твердо стоит на ногах в той теме, в которую они идут. То есть, если это врач, то это образование медицинское. Если это маркетолог, то это твердый опыт. Если это психолог, то это тоже высшее образование, скорее всего, а не какие-то курсы. Если мы говорим про неплатежеспособную аудиторию, то здесь чаще всего, несмотря на то, что неплатежеспособная аудитория, она тоже интересуется, кому она идет, но она может верить личному опыту эксперта. То есть, даже если мы возьмем пример наставников-наставников, там, очевидно, ни у кого не было никакого твердого опыта ни в маркетинге, ни в мышлении, и люди продавали только за счет личного примера. И туда пошла вот эта вот неплатежеспособная аудитория, как раз-таки, которая закредитовалась, потому что поверила в квантовый скачок. Дальше мы об этом еще будем разговаривать. То есть, вот эти триггеры, я смогла и ты сможешь, я из маленького города, ты из маленького города. Это все тоже на неплатежеспособную аудиторию ориентировано. И вот сейчас вы можете посмотреть на вот эти два пункта, скорость результата, экспертность, посмотреть на разницу триггеров и написать в комментариях, а что вы используете в своих прогревах, на какую аудиторию вы ориентируетесь. Я могу поделиться личным опытом, что я никогда не использовала квантовые скачки, быстрый доход и вообще деньги как мотивацию прийти ко мне учиться продажам. Почему? Потому что мне казалось, что это как раз-таки привлекает аудиторию, которая не очень нацелена на работу. Так оно, кстати, и есть. И в тот момент, когда мой доход пошел, я начала говорить в надежде привлечь еще больше людей про квантовые скачки, про быстрый рост и вот эту всю историю. У меня очень сильно просели продажи. И потом, когда я проводила проблемное интервью, кастдевы, мне люди стали говорить, что они знают, что я крутой эксперт, но они немножко удивлены, почему я пошла в сторону вот этих смыслов и триггеров, которые мне не аутентичны. Типа, у меня есть опыт работы с большими брендами, у меня есть опыт маркетинговый, и при этом я иду по той же дорожке, по которой идут все эксперты, в надежде на то, что это простой и быстрый путь к продажам. Вот интересно, кто-то из вас тоже с таким сталкивался? Или, может быть, вы вообще не знали про разницу этих триггеров, или не замечали, не обращали внимания, и сейчас такие, о, а я понял, почему, оказывается, я продаю какой-то серьезный продукт, и у меня что-то продаж не идут. Следующий пункт в прогреве, который также можно переориентировать на две разные аудитории, это цена. Тут тоже предлагаю интерактив, чтобы вы задумались, что выберет платежеспособная образованная аудитория. Средний чек, высокий чек, низкий чек, или ей без разницы, какой чек. Если ваш ответ сформирован, то переходим к тому, что сформулировала я. Платежеспособная аудитория – это аудитория средних чеков, потому что для них важно сопоставление цены и ценности. Если мы говорим про неплатежеспособную аудиторию, тут тоже рано говорить о том, что это аудитория скидок акций и где подешевле. То есть, да, эта аудитория хочет получить больше за меньше деньги. Кстати, любая аудитория хочет получить больше за меньше деньги, но если мы говорим про платежеспособную аудиторию, то здесь больше важнее статусность и комфорт, нежели чем больше продуктов или больше товара за меньше деньги. То есть, не платежеспособной аудитории важен объем, а платежеспособной аудитории важен сервис. Но если с большим за меньше деньги тут понятно, то есть еще один пункт, который не все учитывают. Это как раз-таки то, о чем я говорила в предыдущем пункте про экспертность и про магию, что цена, за которую готова купить неплатежеспособная аудитория, она зависит еще и от того, сколько волшебства пообещают этой аудитории, потому что эта аудитория готова платить за волшебство, и поэтому цена, которую мы ставим на продукты для неплатежеспособной аудитории, она должна быть очень низкая, вспоминаем, больше за меньшие деньги, либо это может быть крайность очень высокой цены, где могут брать рассрочки, кредиты и прочее, вот это 300 500 и другие высокие чеки, потому что люди будут готовы переплатить за волшебство. Еще пару слов про поведение платежеспособной аудитории. Платежеспособная аудитория, она чаще всего за супервысокие чеки не покупает, либо это что-то случилось, то есть у человека, и он такой, блин, я вообще потерялся, ну я и волшебство, например, поверю, в основном это идет какой-то средний срез по стоимости, либо это какие-то очень серьезные обучения, за которые люди готовы заплатить, ну вот столько, сколько оно стоит. В основном платежеспособная аудитория платит столько, сколько написано, но ей важно понимать, что они получат, то есть тоже бывают клиенты, которые такие, да-да-да, мне все нравится, а потом такие, я ожидал другого, а есть клиенты, которые, напиши мне, сколько у нас будет созвонов, напиши мне, сколько у нас будет задач, напиши мне, что мы будем делать, в каком порядке, как мы будем идти, и ты думаешь, господи, ну, наверное, дальше будет хуже, а на самом деле такие клиенты задают один раз этот вопрос, а дальше они просто работают и всегда остаются довольными, потому что ты изначально сформулировал ожидания, оправдал эти ожидания и клиент остался доволен, так что если задают много вопросов, это не означает, что клиент будет какой-то не очень адекватный, как это в рилсах обычно показывают, это означает, что, скорее всего, это адекватный клиент, и если вы будете выполнять все то, что вы обещали, и все то, что вы сами написали, сформулировали, то клиент останется довольным. Мы обсудили три пункта, впереди еще два, но тут хочется сделать небольшую вставку, что если вам нравится то, о чем я говорю, либо у вас наоборот это вызывает какие-то эмоции, вам есть чем поделиться, то обязательно пишите комментарии, потому что сейчас у блогеров на ютубе, в том числе у меня, не самые лучшие времена, и количество ваших комментариев влияет на то, попадет ролик в рекомендации или нет, поэтому я надеюсь, что вы не постесняетесь, уделите мне минутку, как я уделила вам время, чтобы составить этот выпуск, его записать, чтобы мой монтажер прекрасно его смонтировал, дизайнер сделал обложку, и мы таким образом обменяем все энергии. И погнали к следующему пункту, это мотивация, то есть с какой мотивацией платежеспособная и неплатежеспособная аудитория совершает покупки. Вставлю три копейки о том, что сейчас очень сильно хаят вот эти вот эмоциональные покупки, что, мол, по отклику, это все для людей, которые вообще не шарят, и вообще тупые и глупые, я даже такие формулировки встречала, но я даже чат GPT спросила, какая аудитория более подвержена эмоциональным покупкам, и он мне ответил, что более подвержена эмоциональным покупкам платежеспособная аудитория, потому что они в целом тратят деньги, чтобы получать удовольствие, продукт должен вызывать у них гордость, чувство принадлежности к элите или обеспечивать уникальный опыт. А если мы посмотрим на неплатежеспособную аудиторию, то у них мотивация от обратного, то есть оставайся в жопе или купи продукт, оставайся толстый или купи марафон по похудению. Такие триггеры на платежеспособную аудиторию, они не сработают, то есть если вы наверняка продаете людям, которые более-менее имеют стабильный доход и достаточно средний уровень жизни, то конечно они подумают, что что-то происходит совершенно не то. Поэтому когда люди пишут о том, что эмоциональные покупки это для неплатежеспособной аудитории, они очень сильно ошибаются. Скорее всего в этот момент люди имеют в виду вот это барахло, которое на Wildberries люди скупают, просто чтобы оно было, чтобы хоть какой-то объем дофамина получить, но никак не про обучающие какие-то программы. И последний пункт, который хочу раскрыть, но не последний в моем списке, это подход в обучение. Кстати, необычно для меня прошло уже больше половины выпуска, а я так до сих пор вам и не сказала. Если вы сильный эксперт своей ниши и вы хотите стабильно расти, меньше париться над блогом, создать продукт в кайфы для денег и поработать со мной, то вы можете оставить заявку на бесплатный разбор, я вам напишу, мы созвонимся и поймем, подходим ли мы друг другу. Тем более, что скоро стартует 10 поток MoneyMatch. Это мой проект по продажам и запускам в маленьких блогах на низких охватах для экспертов, после которого в блогинге, продажах и вот этой всей движухе вам будет понятно все. И я очень рекомендую его пройти всем тем, кто ищет свежий взгляд, застрял, либо наоборот хочет сразу с ноги зайти в этот путь инфобизнеса, а не тыкаться, мыкаться, сливать деньги на бесполезные курсы, а потом в итоге прийти на MoneyMatch, потому что MoneyMatch это как бы тесла в мире инфобизнеса, я бы ее так назвала, но это нужно самому посмотреть, чтобы во все мои слова уверовать, поэтому заполняйте анкету на тест-драйв или переходите на сайт MoneyMatch, смотрите программу и я буду рада с вами поработать. Продолжим про последний пункт, подход в обучении, какой выбирает платежеспособная и не платежеспособная аудитория. Платежеспособная аудитория это tailor-made подход, то есть это когда программа делается под тебя и твой запрос. Кстати, интересно, что у меня есть клиентка, с которой мы работаем практически год уже в наставничестве и она так и писала в своих отзывах, что мне очень важен подход вот этот tailor-made и ты мне его даешь. То есть когда у тебя есть деньги, ты хочешь, чтобы все было для тебя рассветы и туманы и ты не хочешь, чтобы какие-то вещи были тебе не нужны, потому что еще есть такой триггер, но мы в этом выпуске его не затронем, но я его назову. Про экономию времени. То есть в том числе, почему платежеспособная аудитория, она больше движется на эмоциях и совершает эмоциональные покупки во имя удовольствия, потому что занимать свою голову тем, что она не надо, а рационально-нерационально, она тоже не готова. Это в том числе один из признаков того, что у человека есть деньги. Дальше, что еще ценит в обучении платежеспособная аудитория? Это возможность личного взаимодействия и фокус на себя. Например, как у меня в аниме устроено. У меня есть тариф подешевле и подороже, но я ориентирована на платежеспособную аудиторию или на аудиторию, которая плюс-минус хочет ей стать. В целом, это образованная аудитория, которая ценит все те же триггеры, которые важны платежеспособной аудитории. Поэтому я, например, не могу себе позволить в продукте иметь тариф без обратной связи. Поэтому у меня и более дешевый тариф, и более дорогой тариф включают мою обратную связь просто в разном объеме. То есть, если мы говорим про более дорогой тариф, там я подписываюсь на людей, смотрю их сторис, отвечаю на сторис, смотрю релсы, скидываю какие-то идеи, отвечаю в чате, проверяю домашки, и каждую неделю мы созваниваемся на разбор. Если мы говорим про более дешевый тариф, где нет моего наставничества, то там я отвечаю на вопросы в чате, и в том числе есть там движухи по разбору сторис, по разбору релсов и созвоны, потому что моей аудитории очень это важно. И если я просто оставлю их наедине с собой, или передам какому-то куратору, она просто не поймет. Это будет уже другой уровень сервиса и другой уровень предоставления услуги. И как раз-таки триггер неплатежеспособной аудитории для подхода в обучение. Им важна возможность самостоятельного прохождения, потому что, скорее всего, здесь уже начинает играть роль цена. То есть, получить больше за меньшие деньги, получить обучение, но пофиг на то, что будет обратная связь, не будет. И в том числе неплатежеспособной аудитории важен долгий доступ к материалам, потому что либо они очень заняты, ну, то есть, очень много работают, чтобы обеспечить тот уровень жизни, на котором они находятся, либо, наоборот, с планированием как-то не особо, и поэтому нужно, чтобы доступ к материалам был побольше, потому что сохранить дисциплину — это все же привычка тоже людей, которые находятся, ну, на таком среднем уровне образования и стремятся куда-то дальше. У меня есть тут еще несколько пунктов, но мне кажется, выпуск и так получился достаточно объемным, и я надеюсь, что удалось донести те смыслы, которые я в него вкладывала, и никто вдруг на меня не обидится, что где-то я сказала, там, платежеспособный, неплатежеспособный, потому что я совершенно не закладывала никаких смыслов. Мне хотелось дать вам понять, как вам действовать в своих продажах. Если вы, например, продаете какие-то недорогие услуги, то вы можете также из этих триггеров взять те, которые вам подойдут, потому что если вы, например, продаете низкочековые услуги на платежеспособную аудиторию, вы как бы тоже не попадаете, потому что эта аудитория просто вас не видит. Ее для вас нет, потому что таких цен в ее окружении тоже нет, то есть тут тоже очень важен баланс, и на MoneyMatch в уроке по созданию продукта я этому уделяю тоже много внимания. Поэтому я надеюсь, что мне удалось донести до вас те смыслы, которые я вкладывала. Если вам понравился этот ролик, поддерживайте комментариями, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, и можете отмечать в сториз, как вы смотрите этот канал. Я знаю, что многие, конечно, не хотят отмечать, мол, зачем я буду этот бриллиант кому-то другому отдавать, но, как я уже сказала, не очень простое время для YouTube-блогеров, и поэтому будет круто, если мы будем поддерживать друг друга. Я вас обнимаю, желаю вам прекрасного дня, высоких продаж, классных клиентов, и до встречи в следующих выпусках.